Мы находимся рядом с мостом Саратов-Энгельс, который был открыт в 1965 году. На тот момент он считался самым длинным в Европе. По этому событию даже был снят художественный фильм «Строится мост». Это был период оттепеля в СССР. В Саратове есть еще немало мест, которые могут напомнить нам о той ушедшей эпохе. Прогуливаясь по Саратову, нельзя не заметить много сталинок и хрущевок. Они находятся как на окраине города, так и в самом его центре. Эти дома были построены давно, и поэтому многие из них нуждаются в ремонте. Каждый год фасады сталинок в центре города стараются обновлять. Жилищное строительство в СССР было одной из важных отраслей народного хозяйства того времени. Строили много. Рядом с крупными предприятиями возводили целые микрорайоны для тех, кто там работал. Самое главное достижение – это когда мы получали квартиры бесплатные. Предприятия строили огромные микрорайоны. Когда я работал на любимом заводе имени Ленина, то огромные микрорайоны – это застраивал завод, который черной металлургии министерства. И поэтому и получали автомобили. Все было. Но я не могу сказать, что было так все красочно. Процедура получения бесплатного жилья была иногда долгой, но каждый мог претендовать на свои квадратные метры. Все в порядке очереди. В кризисные времена в порядке очереди были и некоторые товары в магазинах. Очень такое напряженное было время, когда те же спички, те же стиральные порошки, тоже хозяйственное мыло и ряд других позиций мы продавали, в общем-то, по талонам. Очень напряженное было время. Много предприятий, с которыми мы в свое время работали, и очень жаль, как я уже говорил, что сейчас мы все больше получаем как-то товары импортного производства по той причине, что многие наши, местные в том числе предприятия, уже закрылись. Тот же авиационный завод, тот же проммаш, тот же нефтемаш по большому счету и ряд других предприятий, которые делали товары, делали неплохо, но по ряду причин не смогли или выжить, или там ряд других причин. Магазин «Посуда Хостовары» работает с 1960 года. Во времена Советского Союза там были в основном товары отечественного производства и много продукции, которая была изготовлена на саратовских заводах. На авиационном заводе помимо самолетов производили алюминиевую посуду, санки. Все это можно было купить именно здесь. Трудовую деятельность начинала на авиационном заводе. Знаете, как больно, когда я езжу, ни вывески, ничего нет. Это мы производили все свое сами. Мы были независимы государством. И никакие иностранные инвестиции нам не были нужны. Мы были самодостаточным государством, великой державой. Самолеты саратовского производства сейчас летающими в небе не увидеть. Они стоят в качестве памятников или экземпляров музея. Последним небо покорял самолет Як-42. В музее краеведения есть целый зал, посвященный авиазаводу. Там можно увидеть модели самолетов, которые производили в Саратове. Узнать о том, как жили люди в Советском Союзе, можно в музее краеведения. Здесь собрано много исторических и значимых экспонатов. Например, холодильник «Саратов». Производили его именно в Саратове на электроагрегатном заводе. Помимо холодильников, постоянной экспозиции музея много других предметов советской эпохи. Например, связанных с армией. Самые теплые, самые хорошие воспоминания. Ну, во-первых, весь размах, весь объем Советского Союза, наверное, ничто не дает, так как служба советской армии. И когда мальчишками мечтали мы служить в воздушно-десантных войсках, росли на фильме «В зоне особого внимания». Отношение было доброе к труду. Учаясь в школе, мы из трех месяцев каникул, ну, месяца два всегда работали. Где-то работали, зарабатывали деньги, сами себя одевали в школу. И все это было, ну, вполне нормально, доступно. На уроках ходили на множество кружков, секций. Все это было бесплатно. Кружки и секции открыли в то время много талантов, таких как фотограф Юрий Набатов. Сейчас еще свободнее было, но в то время свободно чувствовал себя человек, который занимается делом. То есть определенным делом, допустим, я фотографией. Все. Если я фотографией увлечен, и помимо этого работая где-то, снимая где-то, и отдавая эту фотографию кому-то, то есть я имею в виду издания какие-то, это все привлекало внимание. То есть человек тот, который хотел трудиться, который хотел вырасти из себя, себя, как говорится, он к этому стремился. Вот я к этому и стремился. Первые снимки мои для ТАССа были, вот этот подшипниковый завод. Думаю, ну как снять? Ну подшипник, подшипник. А вот увидев, как говорится, то, что здесь они круглыми и сами круглые, это все пришлось, как говорится, снять так вот. Хотя они проверяют в основном-то одна. Техстекло по тем временам, то было наше знаменитое, вообще стекло. Вот это вот газопровод, Средний Азии центр строительства. Могу сказать, что у меня было и счастливое детство, и счастливая юность, уверенность, что все у нас будет хорошо. И была абсолютная вера в справедливость и победу добра над злом. Отношения к эпохе Советского Союза у всех разные. Каждый извлек свои уроки. Но без прошлого нет будущего. Именно поэтому каждый должен знать и помнить историю своей страны. Полина Шпак, Николай Синегубов, агентство Сарбака.